Друзья, сегодня у нас в гостях настоящая библиотека. Библиотека под названием «Мудрые дети». Ну и естественно к нам пришел человек, который расскажет про эту самую библиотеку. Это серия книг, между прочим. Это Николай Александров, руководитель издательского дома «Историческое наследие Сибири», писатель-празаик, автор серии книг «Библиотека «Мудрые дети». Здравствуйте. Добрый день. Что такое «Библиотека «Мудрые дети»» и для чего нужны эти книги? Задумка очень давнишняя. Мы работаем над ней порядка 15 лет. Причем, с одной стороны, это как бы авторская работа. Но она совсем не авторская работа, сейчас я расскажу. Почему она вообще возникла? Время наступило непростое. Мы как бы в нем живем. Кто-то счастлив, кто-то менее счастлив. Но проблема заключается в том, что размыли границы между понятиями, традиционными понятиями добра и зла. Ну, это как бы новая тема. Не новая тема, я ее не буду даже развивать, потому что и зрители уже знают про все эти информационные технологии и так далее, и так далее. Вот. И в действительности и детям, и молодежи, и родителям, и даже учителям в некоторой степени сложно разобраться, а что в действительности хорошо, что такое плохо. Ну, я как пример, короткий пример. Слово толерантность. Хорошо же, да? Но у нас никогда не было этого слова. И почему оно вдруг появилось? У нас были другие понятия. Например, уважаю, не уважаю. А сейчас говорят терпи. Что это значит? А зло тоже терпеть? Оказывается, предлагается терпеть не только добро и чужое мнение, но уже и зло. Вы представляете по тексту? И вот таких вот вещей очень много. Успешность. Успешность – это хорошо? Конечно, хорошо. А успешность какая? Возникает вопрос. Олигарх, который прихватил государственную собственность и сейчас катается и веселится, он успешный человек? А человек молодой, допустим, и не то очень молодой, который, допустим, пытается добиться каких-то высот, служебных положений, неважно где, не обращая внимания на окружающих, иди по головам. Близких и дальних, и своих родных. Это успешный человек? Вот здесь вот вопросы очень сложные. И у нас пришло много очень новых понятий. Как в этом во всем разобраться? Книги, дающие ответ на вопросы? Ни в коем случае. Нет таких книг. И если такие книги появятся, не читайте их. Потому что это полная авантюра. Наша разработка, она не дает конечного ответа. Почему? Конечный ответ должен человек делать сам для себя. Мы систематизировали информацию, много информации. Причем, и главное здесь – это структура. Мы пошли по такому пути. Мы писали рассказ, художественный рассказ, на определенную тему. Конкретную тему, заданную тему. Я расскажу сейчас эти темы. Потом работали методисты. Сначала философы, которые осмысляли эту тему коротко, неназидательно. И рассказы неназидательного характера, а не художественные рассказы. Философия, осмысление тоже неназидательного характера, а осмыслительного характера. А потом методика. Потом пришли методисты, профессионалы, учителя, которые разработали методику в помощь родителям и учителям. Но эта методика разработана так, что даже молодой человек, у которого попалась эта книга, может совершенно самостоятельно изучать эту тему и разобраться. То есть построена так. Еще особенность нашей методики в том, что она очень информативна. То есть есть как бы рассказ, есть осмысление, а сама методика дает для себя, для читателей еще больше информации и выводит на такую глубину осмысление этого вопроса. А дальше молодой человек делает вывод для себя и принимает информацию эту, а принятая им информация формирует его сознание. Все. Вот для этого это все было сделано. В самом начале прозвучали действительно взрослые такие серьезные темы. Как вот такие вот моменты объясняются? А несерьезных и не бывает. Ни взрослых тем не бывает. Не бывает несерьезных тем. А вот полезет ребенок, запутается, там не знаю, начнет читать один, боже мой, толерантность, толерантность. С чем это разбираться? Как это все есть вообще? Здесь все проще. Действительно. Допустим, книга, одна книга, вот чемпионом называется, книга для дошкольного. Образование и для дошкольного. Как построен рассказ? Ну, допустим, здесь есть рассказик небольшой, называется «100 рублей». Я очень коротко. Представьте себе, значит, что мальчик утром выходит из дома погулять, детей еще нету, и он около песочницы пинает пакет полиэтиленовый, оттуда вылетает 100 рублей. Он берет эти 100 рублей и возвращается домой, говорит, бабушка, дедушка, я нашел 100 рублей. И вот они коллегиально решают, что сделать с этими деньгами. Потратить или вернуть, искать. Да, 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 да. И куда возвращать? И они покупают, значит, килограмм конфет, значит, и потом ребенок как бы так решают и раздают. Но проблема не в этом. Как бы все уже понятно, да? А проблема в том, на следующее утро этот же мальчик находит в этом же дворе еще 100 рублей. И вот здесь возникает интрига. И он уже не хочет покупать килограмм конфет на всех детей. Он покупает этот килограмм для себя и съедает. А, ну, шоколад понятно, как на детей действует, да? Он весь сыпи покрылся, ну, все, врат доктора вызвали. Диатезик начался, там все возможные дела. И он лег, и вдруг на следующий день, когда уже доктор уехал, мама говорит, что вот к тебе дети пришли со двора. И они приносят ему килограмм конфет. Потом, после вот этого рассказа, да, значит, задается вопрос, как он себя чувствовал, как он правильно поступил, почему он поступил так или эдак. Рекомендуется маме или папе прочитать рассказ вот до первой части, а потом пофантазировать, а вот он нашел второе из 100 рублей. Как вы думаете, как он поступит? То есть включается мозговой аппарат ребенка. То есть такой игровой момент, так называемый. Ведь главное, что вообще вот этого проекта, как и всего образования, системы образования нашей, традиционной, научить ребенка думать. Ребенок, научившийся думать, будет жить и построить жизнь нормально. Вот поэтому я, допустим, лично против теста. Они не дают возможности включать вот именно вот этот понятийный аппарат. Они угадывают. Вот, а эти книги, вот в частности, это книга для дошкольного образования. Но с детьми, да, с дошкольным понятно. Они пластилин, они впитывают, лепят, у них работает смекалка, они обсуждают. А есть такие проблемные возраста, когда против всего? Вы знаете, я скажу, что вопрос не в том, что кто-то из кого-то может что-то лепить. Да никто из кого-то ничего не лепит. Вот я уверен, у меня есть педагогическое образование, но у меня нет педагогического опыта, если не читать своих детей. Но я уверен, что с семи лет, даже по себе, да никто из меня уже ничего не лепит. Я или принимаю, или не принимаю. Это мой выбор свободный. И ребенок с семи лет формирует сам себя уже давно. Он может обмануть маму, папу, согласиться с ними, но не принять информации. Поэтому, когда дети говорят, или родители говорят, вы плохо воспитываете ребенка, нет. Это ребенок плохо себя воспитывает. И вот это нужно тоже понимать. А вот мы, родители, педагоги, воспитатели, старшие товарищи, наша роль в том, чтобы освещать этот путь. Давать информацию, которая формирует его сознание, а он ее принимает самостоятельно исключительно. И вот этот, как бы, огоньки мы попытались зажечь. Параллельно, вместе с педагогами, в помощь педагогам, да, у них же тоже свой опыт есть, да, и жизненный, и педагогический, и у родителей. И это все для детей, для того, чтобы у них были какие-то ориентиры. Но, опять-таки повторяю, вывод они будут делать для себя сами. Вот, к примеру, темы еще четырех книг. Четырех книг, да, это более взрослые читы, так скажем. Это уже, да, 12 плюс, и даже есть рассказы и главы. Они как-то прям помечены, что 12-16. Возрастная категория, и в этих, в детской, дошкольного есть, и в каждый, каждый рассказ, каждая глава, вернее, она обозначена. Но это, опять-таки, только наше пожелание. То есть, если вдруг ребенок 12 лет прочитает статью для 16-летнего, ничего страшного? Это его не развратит, никаким образом. Просто по мнению педагогов, даже не моему мнению, а научно-экспертного совета, который работал над этими книгами, и в которые вошли семь человек, четыре доктора наук и три кандидата различных, педагогических, психологических, и так далее, и так далее. Вот они определили вот такую. Темы других. Вот главная тема, очень сложная тема. Вот книга Сальто Мортале, это тетрадка, и даже я ее называю не книгой, потому что здесь около 100 страниц. Ну да, она самая весомая, я так понимаю, из имеющихся. Да, около 100 страниц. Тема любви. Вот тема любви, вот в самом широком понимании. А в каком возрасте она раскрывается, вот в вашем понимании? В 12 лет дети прекрасно понимают эту тему. Сейчас, мне кажется, может, даже и раньше уже. Нет, это не только любовь мужчины и женщины. Это и проблема отношения отцов и детей. И здесь поднимается вопрос, почему родители вечно, тысячелетиями не понимают детей. И современных молодых детей, они же просто возвращают, ну почему они нас не понимают, говорят они. Мы же такие хорошие. Но действительно ведь есть проблема между отцами. Она всегда была. Как уходить от этого вопроса? Как решать этот вопрос семье? Как сохранить этот мир? И здесь есть несколько рассказов на эту тему. Коллизия, вполне житейская коллизия, простая. Рассказ, потом осмысление, потом методика. Думай. А коснемся еще трех книг, это обязательно нужно сделать, чтобы у нас понимали. Я понял. Есть вот, наверное, отец сказал, но это, я так понимаю, самое взрослое. Какая будет следующая? Давайте вот, я встретил себя. Я встретил себя, это тема смысла жизни. В чем смысл жизни? О чем книга «Звездочет»? «Звездочет»? «Звездочет» – это семейный мир. О внутрисемейных отношениях. Я так понимаю, отец сказал, это патриотическое воспитание. Или нет? Вы знаете, нет, это не только. Здесь все духовно-нравственное. Патриотическое воспитание невозможно без нравственного воспитания. Нравственное воспитание – это и есть уже патриотическое воспитание. Почему? Потому что нравственная традиция – это и формирование вот этого ядра культуры, да, вот этого сердца. Вот когда человек начинает понимать свой-свой или свой-чужой, да, вот нравственная традиция, она и нас и делает своими. Мы понимаем друг друга лучше из полуслова. Вы знаете, я думаю, мы успели зародить зерно интереса к этим книгам, потому что, как минимум, родители, которые сейчас, возможно, собирают детей в садик, понимают, что почитать и посмотреть это стоит. Напомню, что у нас в гостях был Николай Александров, писатель, прозаик, руководитель издательского дома «Историческое наследие Сибири», автор серии книг «Библиотека. Мудрые дети». Где их можно найти? Ну, во-первых, на сайте издательского дома «Историческое наследие Сибири» их совершенно можно бесплатно скачать. Если не все люди воспринимают электронную версию книг, поэтому можно заехать в магазин «Капитал» и приобрести эту книгу. Все это достаточно недорого и доступно по цене. Спасибо вам большое за дело. Спасибо, старик.